Невидимые ранения с необъявленной войны. Последнее время в Украине всё чаще говорят о необходимости психологической реабилитации бойцов, участвующих в вооружённом конфликте на Востоке. Специалисты отмечают, ментальные травмы, полученные на поле боя, могут быть не менее опасными, чем физические, и могут искалечить судьбы целых семей даже много лет спустя. Впоследствии эти проблемы превратятся в проблемы целого государства, поскольку эти люди могут иметь проблемы с алкоголем, с взаимоотношением со своей семьёй, взаимоотношениями с детьми. Подтверждает это и статистика уже прошедших войн. К примеру, две трети ветеранов Вьетнама были осуждены за уголовные преступления. Украинские реалии, конечно, несколько иные, но масштаб проблемы понимают в том числе и в Верховной Раде. Парламентарии уже приняли в первом чтении законопроект о бесплатной психологической реабилитации в медицинских центрах, а на днях собираются принять документ и в целом. Поэтому, если сейчас психологическую помощь военным оказывают преимущественно волонтёрские организации, вскоре этот процесс поставят уже на государственные рельсы. В то же время, действенность инициативы пока представляется весьма сомнительной. Самая большая проблема – отсутствие опыта украинских специалистов. Последний год их учили оказывать помощь во время боевых действий, а не после возвращения бойца домой. Когда военный попадает в регион, где происходят военные действия, его психика запускает определённую программу. Эту программу очень трудно остановить, например, недели живописи, как очень часто предлагает психологическая помощь. Её невозможно остановить также несколькими днями танцев. Помощь должна быть системная и также программная. Кроме того, психологическая помощь тем, кто возвращается домой и тем, кто снова будет воевать, должна кардинально отличаться. Ведь то, что поможет одному, другому, наоборот, может навредить. Поэтому дать бойцу только возможность получить помощь недостаточно. Важно, чтобы реабилитация была правильной. А ещё военных надо как-то убедить, что они действительно в ней нуждаются. Ведь предоставленным правом, конечно, воспользуются не все. Понятно, что добавлением небольшого абзаца в отдельный закон всех этих проблем не решить. Если государство действительно хочет преодолеть проблему, пока та только назревает, придётся приложить немало усилий. Но лучше сделать всё необходимое сейчас, чем потом бороться с последствиями. Иначе эхо войны будет преследовать украинцев ещё много лет.